Светлана Валерьевна, обратите внимание, это что за бомжи здесь живут у нас? Управляющая компания, это отдельный рассказ. Хотелось бы с радостью жить, а не горечью. Проблема с вентиляцией. Прекрасная трещина. Полтора года и будет у вас так же в новом доме. Слушайте, ну классно, здесь каждый год можно деньги получать. Эти поры летают по всей квартире, а вы этим всем дышите. Смотрите, что берете. То есть происходит полностью искажение фактов. Кто-то выращивает шампиньоны. С этого никто не приходил, ничего не делал. Но раз они уже начали это делать, значит они уже признали, что есть проблемы. Вот такое качество от застройщика, два года, два, и у вас будет аналогично. Они ничего не скажут. Первым делом разбирают наружу стену. Ну на камере просто шикарно все видно. Наверное, со своими клиентами поступать так нельзя. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Из многообещающего жилого проекта «Солнечный город» и «Солнечный город-резиденция» становится, как-то он, знаете, не таким и многообещающим. Вроде и большое количество домов и жителей, а проблемы у всех почти одинаковые. Давайте вместе и внимательно посмотрим, на что сетуют жители жилого комплекса «Солнечный город» от застройщика «Сэтлгрупп». Владимир, добрый день. Сколько у вас здесь комнат? У нас, ну это евро-трешка, две и простой. И большая кухня-гостиная, в которой мы сейчас находимся. Да, да. А когда вы сюда приехали? Когда купили квартиру? Мы купили ее в апреле 21-го, но заехали только в феврале 22-го. Ну, получается, очень больше года. В конце января даже. То есть вы здесь уже живете год, получается? Ну, год и месяц, да. Год и месяц. Когда проявился этот недостаток? Заметили мы только вот в этот зимний сезон, буквально недели три назад, отодвинув Диан, ну, и увидели, что обои отошли. Покажите? Да, конечно. Специально отодвинул он диван, и видно. Это вот как раз две... Это что вы считаете под обойми? Вот это темное, это как пятна, ну, это проявление плесени. Вы к застройщику обращались? Да, обратились мы, они проходили 13 числа, оформили акт. 13 чего, января? Не, марта. Марта? Да. Совсем недавно. И пока тишина, да? Ну, да, они там в вахте указали. Я так понимаю, сначала они пытаются силами подрядчика это решить, но он, скорее всего, будет там отпираться по всему. Ну, обещали, что силами застройщика они обязательно все это исправят. А срок какой-то говорили по исправлению? Силами подрядчика у них до 13 апреля, а если уже, как его, окончательно застройщиком, вроде как, по-моему, там месяц накидывается, я не помню, там рукописный текст был. То есть 30 дней для подрядчика будут исправить, а еще 30 дней будет застройщик исправлять. Да. Давайте ближе посмотрим. Да, это как раз вот примыкание... Вот эта стенка получается на улицу, да? Да, это именно уличная стена. Ну, на камере просто шикарно все видно. И я думаю, что зрители все поймут, что это. Я не понимаю только вот этот очаг, и он, соответственно, по углу пошел, и не удивлю, что это все пойдет дальше расходиться. Ну, я просто там тоже хожу и вижу, что по домам, по угловым комнатам тоже самое видно. Ну, вот, кстати, видно, как утепляли стену, просто они сверлили, закачивали пену, и, соответственно, потом это все было открыто. Ну, вот, неравнодушные жильцы заставили застройщика все перекрасить. Застройщик перекрасил. Теперь надо заставить, чтобы сняли... Забыл, как называется. О-хо-хо, какая классная дырка! Чтобы водичка шла как раз под подвал в ваши дома. Ну, либо это проект такой, либо, соответственно, руки такие, да? Да. Кстати, проектную документацию они такие не дали. Так просто вот у моей соседи, вот я очень дружусь с ребятами шестого этажа, вот они жалуются. Восьмой этаж, вообще говорят, что у них короба промерзает. Но там вроде какие-то работы делают, но я пока еще не видел. То есть, по вентиляции в вашем доме это на последних этажах проблема? Да, да. Потому что там, да, говорят, что... Я сам не видел, но говорят, что промерзает короба вентиляционная. Вот так в солнечном городе вывозят тех, кто паркуется на тротуаре. Молодцы, ребята! Виталий, здравствуйте, это ваша кухня. Угу. А сколько вы здесь уже живете? В 20 с лишним года уже. Когда это проявилось? В 21 году, в декабре. Вы обратились к застройщику сразу же или нет? Сразу же обратились, пришел инженер, составил акт. Соответственно, экземпляр нам не дали. Так, и, соответственно, нам сказали подъехать на Ушаковскую. А, в центральный офис. Да, да, да. Так, это, получается, плесень у нас прямо на вент-блоке вышла. Да, то есть, получается, как раз центральная шахта. Да, вот это наша, получается, да, часть идет. То есть, восьмой, седьмой этаж. Это центральная часть, это идет с шестого по первой. То есть, как раз именно по этому, получается, блоку идет промерзание. Это все-таки сказали, что промерзание шахты. Ну, это я так считаю, потому что они ничего не скажут. И, соответственно, образовалась там конденсат на ней. И вот это все идет все время. При минус пяти примерно это проявляется. Ну, вы понимаете, да, что плесень просто так от нее не избавится. То есть, это не так, что раз и все. А обои, я так понимаю, вот это отклеиваться начали. А, это изначально. Я уже многие какие-то отклеиваю. Да, вижу, вот как качественно они сделали. Тут видно, шпаклевка отлетает от штукатурки. Да, здесь я не заделывал специально, потому что понятно, что обои будут снимать все это. Остальное я подклеил. Тут уже много где такая была история. Слушайте, прямо со шпаклевкой, да, отходит. Вот такое качество от застройщика. Два года. И у вас будет аналогично. Значит, пришли вы на Шаковскую набережную, к застройщику. А что дальше было? Ну, в Шаковскую я уже не ходил. Мы просто ждали, соответственно, обещания инженера этого, который обещал, что в мае 22-го они все исправят. Потом передвинули на лето. Сегодня какое число у нас? Сегодня уже у нас март. 17-й, да? 17-й, да, вроде же. 23-го года. Да, они два или три раза передвигали все это дело. И вот, соответственно, в декабре, в ноябре начали 22-го года делать вентиляционные шахты наверху, надстраивать. А, то есть выше их делать, да? Да, да, да. Ну, не знаю, насколько это должно помочь. То есть я в этом не понимаю. Ну, вообще могу сказать, что если проект уже согласован и сдан, то чтобы что-то надстраивать, то нужно снова вносить изменения в проект, это все переделывать, согласовывать и делать. То есть они просто так, без согласования с госорганами вообще не имеют права там что-то выдумывать и переделывать. Ну, раз они уже начали это делать, значит, они уже признали, что есть проблемы. Ну, есть проблемы, ну, так она видна, вот этот трындец полный. Смотрите, какие они красивые, есть там серенькие, потемнее, посветлее, ну, такой отчет-то приличный. Причем, то есть у нас всегда открыты вот эти вент-каналы, да, которые там вот на окнах, то есть мы никогда их не трогали, как бы даже. А, airbox-евые эти. Да, соответственно, и с утра здесь все время дубак, то есть вот когда зима, там вообще просто хладрюга здесь заходим. То есть на кухне очень холодно, да? Да, потом я посмотрел, почему, то есть это сверху, получается, с решетки, вот этой верхней, да, вот вентиляционной, оттуда просто дуло, холодным воздухом задувало. То есть сюда задувало. Да, то есть это эффект обратной тяги у вас получается. Когда сильный ветер особенно, то есть он передавливает, получается, ну, соответственно, возможности, видимо, этой винт-камеры, и идет обратная сильная тяга. Ну, вот, ну, соответственно, у нас тут дубак, и вот это все дело, видимо, на контрасте температур, возможно, там слишком тонкая стенка, я не знаю, то есть что там, ну, и проявляется. Ну, либо блок, либо бетон, ну, тут обычно усетло бетонные заводы, шахты на сварке. Ну, вот у вас, кстати, да, вот здесь видно, что здесь такое ощущение, что тоже очаги плесени, то есть вот они прямо под обоями. То есть, ну, это все мы уже мыли, то есть с этого никто не приходил, ничего не делал. Куда-то еще обращали, что-то еще делали? Пока нет, ждем, соответственно, вот сейчас должны прийти, обещали, да, там, в течение двух недель, да, там, все они обещают, что придут, сейчас ждем. Ну, вы очень терпеливый, а ключи когда получили, в каком году? Мы получили сразу же, вот, как только начали сдаваться, там, одних спилотов, 21 ноября, не забывайте, что у вас 5 лет всего лишь гарантия, через 5 лет они уже это не будут вам устранять. Это я знаю. Поэтому нужно сейчас их добивать, чтобы они вам это сделали, это реально кошмар. Это у нас студия, одна из лучших планировок с двумя световыми проемами, но без плесени, конечно же, никуда. Друзья, обратите внимание на этот прекрасный угол, вот как она здесь растет. Кто-то выращивает шампиньоны, а сеттл выращивает плесень в своих домах. Жильцы говорят, что две недели назад здесь не было плесени и заметили только вчера. Она летает в воздухе, мы с вами этим дышим и за это платим своими деньгами, взяв ипотеку на 30 лет. Качество налицо. Лоджия, второй этаж, прекрасный вид на двор. Но снизу не так хорошо видно, когда ты находишься чуть выше. А стоит повернуть голову вправо, и мы здесь видим, как прекрасно сделан застройщик. Обратите внимание, утеплитель, есть расстояние между утеплителем и стеной. Смотрите, как сделан водосток, и какое расстояние от стены. Не закрыта герметика, металл подрезан криво, неровно, плохо прошлись герметиком, видны дырения. Как вы считаете, будет проходить влага в пространство между утеплителем и стеной? И я понимаю, что плесень сказала «да». Вот такая красота. Жилой комплекс, солнечный город. Пора его, похоже, переименовать. Сюда приходила комиссия от застройщика, правильно? Да, всё правильно. Приходила комиссия, написали заявление в гарантийный отдел ещё месяц назад о том, что этой зимой начала появляться плесень в квартире в районе шкафа. Сейчас покажем. Пришёл сюда инженер от компании «Сэтла», инженер по гарантии для составления акта. У нас, собственно, их уже два, потому что в первый раз они пришли почему-то без тепловизионного оборудования, не посмотрели на предмет промерзания стен, но, в общем-то, сделали заключение, что вытяжка, которую вы только что снимали, она врезана на 100% в вытяжной канал и полностью перекрывает, соответственно, вход естественной вентиляции. При этом, что демонтирован даже вентилятор. Ну, как вы можете наблюдать, собственно, ничего не было тронуто. Вентилятор, как был от застройщика, установлен, так он и стоит. То есть происходит полностью искажение фактов действительности, которые есть в квартире с сотрудниками «Сэтла». Ну, потому что вот есть акт, мы его вам, конечно же, тоже предоставим, покажем, что они пишут в акте и что вы можете видеть фактически. В квартире плесень, они приходят в плюс 3 проверять температуру стен, и тепловизор якобы показывает 22. Ну, естественно, плюс 3 он показывает всё достаточно плохо. Но вот как бы вот то, что мы сейчас можем наблюдать, это, ну, видимо, вследствие того, что тёплая стена, да? Ну, это, наверное, виноваты ваши вещи, которые здесь висели. И рукава тёрлись, а вот эти суперобои под окраску и с рукавов плесень перебралась на стенку, 100%. Ну, вот, да, вот такая вот история. И в итоге по акту «Сэтл» нам предлагает восстановить, просто восстановить в квартире отделку. То есть мы не видим проблем, мы просто хотим устранить… Мы просто покрасим сверху плесенью свежей белой краской. Мы бы очень хотели обратиться к руководству «Сэтла», потому что, ну, наверное, со своими клиентами поступать так нельзя. Потому что налицо… А вы уже не их клиенты. Вы уже купили, заплатили. Мы, более того, больше никогда не станем клиентами этой компании, потому что, ну… Слушайте, не за шкафом, конечно, это просто жесть. Это просто жесть. Ну, вот это правда может быть от чего? Не от того, что промерзает стена, да? Ну, вот, по-моему, даже человеку без технического образования… Ну, это влага, промерзание, отсутствие неработающей вентиляции. Человеку без образования даже можно понять, что нужно утеплять эту стену, нужно с ней что-то делать. Это не просто, да, устранить какие-то дефекты видимые. Нужно искать причину. Ну, а мы всё, что видим, это… Найти причину, да. Искажение акта, искажение всех действительных моментов в акте. И вот, пожалуйста, просто восстановят нам штукатурку. Просто обойки приклеим. Красавцы. Нет, тут даже задолбить как-то штукатурку не пойдёт. Нужно что-то делать, потому что вся фасадная стена, то есть здесь везде какие-то мостики холода, потому что это абсолютно точно. Вот здесь поверху пойдёт плесень, уже видно. Всё уже влажное. И надо срочно что-то делать. Кстати, вот здесь чувствуется, даже вот сейчас открытое окно чувствуется, что здесь очень влажно. То есть просто вентиляция, она, похоже, не работает. Или здесь такая же обратная тяга? Вообще в студиях нет. На самом деле в студиях это практически не наблюдается, да, проблем с обратной тягой. Ну, то есть вентиляция должна работать нормально. Но тут вот больше, наверное, каким-то промерзанием. Потому что, ну, вот эта вот вся стена фасадная, она… Там козырёк, да, как мы уже посмотрели. Очевидно, что что-то не сделали нормально. Не знаю, какой-то утеплитель, как всегда у нас там потерялся, наверное, да? И вот здесь, если смотреть, то вот видно, что вот прям вот туда всё идёт. Это просто какая-то вот зелёная… О, она ещё и стирается. Господи, эти поры летают по всей квартире, а вы этим всем дышите. Смотрите на мои пальцы. Вещи не испортите. У меня была… Поэтому я забью. Как она сначала сказала, что грязная стена? Слушайте, запах жесть, конечно. За этой стеной вот эта студия, которую мы с вами видели. Я открыл окно. И смотрите, что я первый увидел, друзья. Вот мы видим конёк. Мы видим, что примыкания никакого нет. То есть здесь такой воздушный зазор. Но мы видим, что конёк, он в другую сторону направлен. То есть влага, даже которая попадает, она уходит вот туда, под стену. Возможно, это как раз и есть именно то, что нужно исправить. И также, если обратить внимание на стыки металла, то вот здесь тоже отчётливо видно, что герметиком прошлись достаточно плохо. Да, нет слов. Ну и здесь, кстати, аналогичная ситуация. Ну вот видна герметизация. Смотрите, как сделано. То есть они сверху прошлись тонким слоем. Это, к сожалению, не помогло. Здесь мы увидим на штукатурном слое уже прошла такая микротрещина, потому что сюда попадает влага, замерзает, расширяется, и это будет идти дальше. Потому что плохо сделали герметизацию. Вот это здесь видно. Здесь чуть лучше, но всё равно есть отверстия. И это, друзья, всего лишь первый этаж. Лицо, лицо дома. А если посмотреть выше, то там вполне возможно всё намного интереснее. Какие красивые скрутки-то на кровле у застройщика. Вот здесь видно, что получается два сооружения. Дом – это одно сооружение. Вот этот, как называть, входную группу – второе. Видите, как его вырвало всё? Произошло пучение грунтов. То есть застройщик здесь хорошенько накосячил. И вот это всё пошло. Смотрите, друзья. Потрескалась даже плитка. Она вот на этом уровне, а сам вот этот пьедестал чуть ниже. И вот это всё вот так пошло. Красота, молодцы. Смотрите, какая красота. Настоящая усадка бетонного дома. Смотрите. Офигеть. Нет, нет. Год назад мы это уже обнаружили. Нам летом вот это починили. Вот эта вся часть. Это вот замазано. То есть это восстановление. А, это уже восстановлено. То есть она выглядела вот так год назад. Это вот работы проведены. А кто проводил? Управляющая компания или сеттл? Управляющая компания говорит, что они проводят работы, а сеттл группу мы их оплачиваем. А, слушайте, ну классно. Здесь каждый год может деньги получать. Ну такое качество асфальта, а сеттла. Причём в сентябре они отчитались специально в основном руководстве, что они заменили весь асфальт, что он теперь хороший у нас. Качественный. Да, качественный. Ну вот так он выглядит. Качество асфальта. Видите, что там вообще в смысле вот. Ну в смысле вот. А там асфальта больше нет. В смысле там прям щит. Там дырка. Дырка, да. Да. Мы с вами видим обычный деформационный шов. Поднимаем голову чуть выше и видим, как качественно сделал застройщик. И как вы считаете, друзья, это нормально? Во-первых, скамейку, чтобы не уперли, на арматуру приварили ржавую. А здесь, да, здесь такие амурские волны. Не дай бог в нетрезвом состоянии пойдёшь, можно и голову расшибить. Слушайте, да, здесь что-то я смотрю, а с асфальтом у входных групп одна и та же история. То есть где-то провалилась, где-то наоборот выперла. Но говорит о качестве проведённых работ от застройщика. Ну и, конечно, очень здорово, когда у тебя есть элементы конструктивные, которые утилизируются сами по себе. Вот такие направляющие. Двери. И почему-то здесь с дверьми какая-то жесть. А вот сейчас обращаю внимание, как раз жильцы рассказывают про свои проблемы, и вижу вот этот уровень. Обратите внимание, как отличается по цвету. То есть вот здесь козырёк, в который скапливается вода, и она, похоже, не только выходит через этот сток, но и также выходит через фасад. Год назад на этом месте жители показывали вот это стекло, которого не было, и управляющая компания поставила здесь ОСБ-плиту. Прошёл ровно год, и мы видим, что до сих пор нет стеклопакета. Молодцы. Не зря платите им деньги. Какая красота! Новый дом! Молодцы! Постоянный ремонт промерзаний стены. Всё красят, переделывают, переделывают, и всё как-то не получается. Может быть, нужно один раз сделать хорошо и правильно. Дому времени год-два? Год? Полтора года и будет у вас так же в новом доме. Красавчики. То есть, вот отсюда, да, она текла? Да. Ну, вот видно, да, что поток был. Нет, вот сюда ещё слышно. Здесь вот прям очень сильно. Ну, здесь сильно, да, видно. Здесь поэтому электричество отключили. Да, да, нормально. Потому что тут прям вот... И что получается? Управляющая компания пробила сама трубу. А для чего она... Управляющая компания и застройщик проводили работы на крыше, и вот что-то пробили, и потекла вода. Слушайте, да, тут вообще такой трындец. У квартиры тоже, да. Ну, просто уровень неквалификации. Ну, может быть, туда, да. Просто как бы серьезные вещи, и вот так вот эти... Ну, это же сеттл, что вы хотите. Работают профессионалы. Спустились ниже этажом, и обратите внимание, какая здесь красота. Видны маршруты, то ли это под слаботочку, под электричество, либо, может быть, под отопление маловато. Вот этот чёрный кабель. Видно, торчит арматура. И вот это по-нормальному застройщик был давным-давно должен был всё зачеканить, потому что арматуру так оставлять нельзя. Она уже ржавеет, и видно, что слева вот кусочек торчит, он просто торчит, и дальше никуда не идёт. То ли его обрезали, то ли это вот у них так качественно сделано. Получается, что они, когда даже выкладывают арматуру, сделать хорошо не могут. Не по проекту. Ну, это, конечно, кошмар. Стенка живёт своей жизнью. Нормально. Да, вот она. Он ходит? А, ну, так он у пластиковый угол, понятно. Красавчики. Ну, так ладно пластиковый угол, но почему треснуло? Это говорит о качестве работ. Есть датчик. О, сработал. А меня чуть не причинил скотину. Слушайте, новый дом смотрю, конечно, офигеваю. Вот на такие места, друзья. То есть такое ощущение, что с монолитного перекрытия что-то там положили, оно просто уже выперло. Либо это изначально так сделали. Как-то доверия особого, честно говоря, нет. А, друзья, ещё один недавно из данных домов. И обратите внимание на второй этаж. Видите вот эти кружки? Здесь у людей с углом была тоже проблема. Было промерзание. Возможно и плесень. Мы видим, что застройщик просто просверлился, закинул пеной и подштукатурил. Могли бы окрасить, но зачем? Раз не обращаются люди. И вот здесь, видите, какая красивая, прекрасная трещина на мокром фасаде. Так, а что я здесь увидел, друзья? Смотрите. Деформационный шов. Ощущение, да, есть такое, что вода сюда просто постоянно течёт. Вот оно всё мокренькое видно. И вот он здесь закрыт чем-то таким мягеньким. А вот здесь, видите, какая красота. А, нормально. Вот уже новый дом. Смотрите. Это от влаги вот такое происходит разрушение наружного штукатурного слоя. Почему? А потому что вот там должна быть специальная планка под утеплителем, и она перфорированная. Если есть влага, она уходит вниз. А здесь просто, видите, конёк, и у него наклонка вот туда, как раз, чтобы это всё подтекало. Вентиляция. Это усадка. Бетон так сильно усел, что вот здесь такая дырень. Молодцы. Да, всё по технологии, как в проекте. Год назад снимали. Здесь застройщик обещал, что уже к лету будет гора солнца. И обратите внимание, какая здесь отличная гора. А впереди, на месте горы солнца, гостиница для работников застройщика. А вот ещё один дом, один из последних, который сдал застройщик. Видите, вот этот квадратик. Это у людей было, аналогично, промерзание, и не удивлюсь, что плесень. Но вот так они исправляют. Маленьким кусочком. В следующем году исправят кусочком. Чуть больше. Чтобы дверь не билась об стенку, ставят ограничители дверей. Это бывают входные двери в ваши квартиры, входные двери в дом. И давайте посмотрим, как сделано здесь. Обратите внимание, обычная труба. На арматуре вбили, сверху насадили трубу. Видно, у нас импортозамещение работает только таким способом. Даже ограничителей не научились делать. Но зато герметик пожалели. Наверное, это очень ценный материал, что его так помазали здесь мало. Ну, либо опять фасад отошёл от стены. Год назад снимали, обратили внимание на отмостку из асфальта, через которую прекрасно проходит влага. И она была местами провалена. Смотрите, как исправили. То ли застройщик, то ли управляйка. Купили асфальт. И просто вот эти дыры заделали этим же асфальтом. Ну, молодцы, 5 баллов. В этом доме ключи начали выдавать летом 2022 года. Но без смеха не посмотреть. Выходим из лифта. Цифра 8. Смотрите, какая красота. Тут не только лючок уходит в другое измерение. Здесь и штукатурка, шпаклёвка, и окраска. Всё валится вниз. Протечка здесь. И здесь, да, забрало на высшем уровне. Как-то всё не очень весело. А выходим с вами на лестничный марш. У нас тут ограничитель двери. Достаточно интересный. Такая какая-то труба. Но смотрится, кстати, прилично. Мы с вами видим строящийся детский садик. Большое количество зданий, в которых вы будете приобретать квартиру. Напомню, дом сдали летом, вернее, начали выдавать ключи 22 года. И смотрите, друзья, внимательно сюда. Как вы считаете, течёт отсюда вода или нет? Есть проблема или нет? А теперь, друзья, внимательно смотрим на фасад. Вот видите вот эту пену, которая вылезла? Понимаете, да, это исправляли холодные стены в ваших квартирах. А вот справа мы ещё видим. А если поднять голову, они ещё есть. Ну и, конечно, знаете, я не понимаю. Вот лето, то есть, грубо говоря, прошло всего лишь почти полгода. Но вот это что такое? Почему качество такое металла? Почему он так хорошо обработан, что уже ржавчина лезет из-под краски? Как тебе такое, Илон Маск? И вот тоже, да, вот я ещё обращаю внимание, друзья, вот на эти провода. Да, интернет нужен в новых домах, но почему сразу не в проекте не сделать прокладку в кабель-каналах под землёй между домами интернета? Почему нужно это вот таким убогим способом делать? Почему тащить всё нужно поверху? Для чего это? Так, конечно, всё проще, но красивее, когда это всё внизу. Вот, например, стоят осветительные приборы. Но можно же было не прокладывать это всё под землю, а можно было также сверху натянуть. Работало бы аналогично, но внешний вид был бы совсем другой. Вот я смотрю на этот трёхэтажный пандус. И вот, знаете, не могу понять. Солнечный город – это огромный проект из огромного количества зданий. Почему нельзя изменить проект и не сделать всё в уровень землёй? Для чего нужно вот так делать убого? И смотрите, что ещё я здесь увидел, друзья. Аналогичная картина. Первый этаж, промерзание, плесень, отверстие в фасаде. Обычная монтажная пена, которая 99% не исправит ситуацию. И вот здесь аналогично. Вот так исправляет застройщик свои косяки. Улица генерала Кравченко, 3, корпус 1. И обратите внимание на фасад, он весь в пене. Этот же дом, и обратите внимание, аналогичная картина. Вот так сверлит отверстие. Пена, понимаю, ещё с прошлого года. Потому что уже такая подветренная, от ветра и солнца. Ну, зачем нам закрывать фасад? Люди, наверное, не просили. И вот такая канитель по всему комплексу. Не единичный случай, друзья. Не единичный, к сожалению. А вот ещё один фасад. Видите, вот эти кругляшочки? Да-да, друзья. У людей было промерзание стен, возможно, и плесень. И вот так заделывает это всё застройщик. Почти на всех первых, вторых этажах. Здесь дырка. Смотрите, какая красота. Дом сдали, с ним всё хорошо. А это для вентиляции утеплителя. Вот такими подручными средствами, просто туалетной бумагой, хотим вам показать, что есть обратная тяга. Обычный вент-канал, воздух должен затягиваться сюда. То есть бумажка, по идее, должна прижаться. А она, обратите внимание, наоборот, отсюда отходит. Почему? А потому что, как сообщили жители, после проведения застройщиком каких-то ремонтных работ никогда такого не было. А с этого года обратная тяга в Валкам. Капец. Реально капец. Значит, была открыта. Зашли на кровлю. Сындвич панели с утеплителем. Смотрите, какая красота. Строительный мусор. Остатки панели после утепления. Здесь видно. А вот они здесь утепляют. Похоже, этого просто не было. Ну, вот смотрите, как сделана от застройщика гидроизоляция. Сюда понятно, да, что попадает влага. Вот она сетка, все уже ржавое. Сверху была вот эта конструкция, которая, соответственно, просто не спасала от влаги. Вот это сделана для того, чтобы чуть лучше работала вентиляция за счет давления в шахте и ветра раскручивается вот эта конструкция и начинает создавать избыточное давление и воздух начинает идти вверх. Но, как мы с вами видели, почему-то создается обратная тяга. И по мне это достаточно странно. Тут мы видим тоже большое количество мусора. Понятно, что раньше было это вот так. И в связи с тем, что здесь огромная проблема у застройщиков в качестве вентиляции, и не только вентиляция, видно, пришли мастера это все переделывать. Но для того, чтобы вот это все переделать, друзья, чтобы вы понимали, для этого должны быть изменения в проект, экспертиза и, соответственно, разрешение на проведение вот этих работ. Вот, видите, дополнительно установили вот такой вентилятор. Вот непонятно только он то ли выдувает, то ли, наоборот, всасывает воздух. Вот, да, все вот такие козырьки убирают и ставят вот такие с утеплителем. Видно, так застройщик хочет решить свою проблему с промерзанием, с плесенью и со всеми остальными дефектами в своих недавно сданных домах. И вот, знаете, что мне еще интересно? Вот кто-нибудь вот эту всю грязь, строительный мусор будет отсюда выносить? Или оставят все здесь на крыше? Вот как вы думаете, друзья? Отсюда можно посмотреть двор. И он даже ничего сверху. А теперь дискотека. О-о-о, какая красота! Давай-давай, диджей, нашу музыку включай. Жители говорят о том, что в аналогичном доме была такая же дискотека из-за короткого замыкания. А потом произошел пожар. Надеюсь, здесь этого не случится. Но если обратить внимание вот на это пятно, то понятно, почему так ведет себя свет. Друзья, смотрите, какой трындец. Новый дом. Ай, да сэтл. Какая штукатурка. Какой утеплитель. Да. Это детская комната. Здесь живут дети и дышат вот этим всем. Смотрите, какие красивые образования. Обои отслаиваются. И вот это все пошло по углу, друзья. Смотрите, какая красота. Вот оно, вот оно видно. И идет выше и выше. Вот здесь мы уже видим отслоение обоев. И я не удивлюсь, что не ровен час и день, и плесень появится и здесь. Здравствуйте, меня зовут Алена. Я купила эту квартиру два года назад. Год ждала, получается, когда она сдастся. Вот сдали. То есть это был 2020 или 2021 год? Ну вот, в 2021 я получила. В 2021 получили квартиру. Да. Год прожили. Ну как прожили? Мы в марте прошлого года заехали. Вот, проблем как бы не наблюдалось. Ну... Как вообще вот это заметили, этот угол? А в комнате стало душно. Окна текли очень сильно. Я не знала, что делать. Я начала их приоткрывать. Мне свекровь помогла. Говорит, надо проветривать и отопление включать. Тем самым у меня перестали не течь. Но окна полностью я не закрываю. Они постоянно приоткрыты. Ручку приходится прятать от детей, чтобы они случайно её не открыли. Вот. И вот на днях я решила как бы генеральную уборочку сделать. И вот подвинула кровать и обнаружила вот такой вот угол. Что это, по вашему мнению, вот эти пятна, это что такое? Это плесень. У меня дети начали часто болеть. Сын вообще у меня перестал садик посещать. У него в лёгких. Они проверяют. То есть, говорят, у вас чистые лёгкие, а вот это вот что-то непонятное сидит в нём. Я так думаю, что это из-за плесени. Мы не знаем уже, что делать. В кухне у нас тоже повышенная влажность. Это прям очень сильно ощущается. То есть, у вас зашёл, да, чувствуется у вас очень влажно в квартире. Да. У меня даже племянники заходят ко мне в квартиру и говорят, тётя Алёна, у вас как в сауне. Ну да, 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 вот такой есть. Да, мы постоянно открываем, то есть, балкон, чтобы свежий воздух заходил или сквознячок, чтобы был. Начали даже появляться букашечки такие маленькие от влаги. Вот. Я их вывела, но смотрю, они мне начали в этой комнате по потолку бегать. Если там присмотреться, то они есть. Да, такие маленькие. Ну вот так вот. Очень сожалеем, конечно, что так получилось. Хотелось бы, чтобы как-то сделали. Уже застройщику сообщили об этом? Да, я написала, звонила, говорю, как-то можно связаться побыстрее, чтобы это решить. Девушка мне ответила, говорит, пишите письмо в порядке очереди и всё. Вы написали, да? Да. А сколько уже ждёте? Ой, не помню. Дни 10, может, назад написала. Пока мне никто не звонил, не писал, вот. Что ещё? Управляющую компанию я тоже писала месяца 2,5 назад, когда у меня окна текли. Я говорила, что у меня вокруг окон плесень, только на окнах была в то время. Писала, они говорили, да, мы передадим и всё на этом. То есть 2,5 месяца никто не пришёл? Да, никто не звонил, ничего они походу не передавали. А кто у вас управляющая компания, как называется? Цивилизация. Как оцениваете работу её? По десятибалльной шкале? Вы знаете, у нас очень много было случаев. Мне на крыше пробили электричество. Я сидела без электричества. Вот такие работники, я не знаю, где они их берут. И уборка тоже, они постоянно меняют уборщиков. То есть такое себе, наверное, двоечка. Да, когда лично приходишь, пишешь заявление, что-то они... Делают. Да. Видимость делают. Ну, не всегда так получается, чтобы бегать, писать заявление. Надо как бы это... Дела, работа у всех. Ну, вот так вот. Лучших работников нанимайте. И пусть они, соответственно, подходят к своей работе, а не так, абы как, и всё сделать. Пусть проверяют. Вот вытяжка, чтобы работала. Это самое главное, потому что... То есть у вас вытяжка ещё не работает? Ну, получается так, что она... То есть без вентилятора вот этого включённого она ничего не вытягивает. Уже даже думали это продавать квартиру, потому что уже невозможно здесь жить. За полгода я очень устала, честно. Никто ничего не делает, по большому счёту. Проблемы какие-то. Хотя квартира новая. Хотелось бы с радостью жить, а не горечью. А не получается с радостью, да? Да, то есть когда купила, да, ключи получила, радость, а потом проблемы, да. Смотрите, что берёте, наверное. Нанимайте лучших, наверное, специалистов, чтобы проверяли всё. Вот вытяжки обязательно, да, стены, холодные, не холодные они, окна обязательно, чтобы не текли. Вот, всё в этом, наверное, духе. Не только, так сказать, по ремонту, но и по самому главному. Второй раз купили бы здесь квартиру? Нет. Спасибо. Меня зовут Мария, а мы сейчас находимся в квартире 476, дома по адресу проспект Ветеранов 183. И, собственно говоря, какая у нас проблема с вентиляцией. Была обратная тяга, и было непонятно, или это сильная конденсация, или это осадки с крыши. Потому что, вот если посмотреть, то просто вентиляцию видна улица, то есть видно небо. Вот, соответственно, когда идёт дождь или снег, вот это всё вокруг вентиляции, всё это мокнет, становится мокрым. Ну и вот последствия вот этого, вот такое жёлтое пятно. Значит, все необходимые заявления были, значит, управляющую компанию отправлены. Когда началась модернизация на крыше, пришли ремонтники. Что они сделали? Они починили вентилятор, потому что в процессе работы на крыше он сломался, он просто забился камушками. Вот, они вычистили эти камни, вентилятор стал работать. Вот, а по поводу пятна, они шпателем немножко зачистили штукатурку, которая уже кусками висела. Вот. Ну, а потом сказали, что всё будет прекрасно работать, они придут и все работы доделают, всё будет красивый белый потолок. Но ВОЗ и ныне там, то есть вот как пятно есть, так оно и есть. И вот буквально там три дня назад был дождь, там был снег, и опять, соответственно, всё вокруг, значит, вентиляции, всё это намокло. Учитывая то, что это электровентиляторы, да, и попадает влага. И, соответственно, есть вообще, ну, как бы реальная опасность того, что влага и электричество, всё, что угодно может произойти. Поэтому даже периодически, ну, страшно включать просто эту вентиляцию. Так, и проблема номер два, значит, вентиляция после начала ремонтных работ на крыше, так называемой модернизации, вентилятор включаем, он гудит, но не крутит. То есть вентилятор, который внутри, он не крутится, да, то есть он на самом деле не делает свою функцию, он не сасывает. Вот, приходили ремонтники, значит, что-то там сделали, вроде как почистили, он заработал, но прошло несколько дней, и вот опять ничего не работает, ничего не крутит. Я даже не знаю, какую бы скалькибальную систему придумывать для оценки работы. Пятибальную, как в советской школе, двенадцатибальную, или вот какую-то ещё, не знаю, но... Ну, двоечники они или нет? Два из пяти. То есть они двоечники всё-таки? Да. Второй раз бы купили бы здесь квартиру? Очень... Здесь конкретно? В Солнечном городе? Нет. А у застройщика? У застройщика я бы, наверное, сначала посмотрела какие-то, ну, вообще качество работ, хотя, опять же... Отзывы жильцов? Отзывы жильцов и, наверное, отзывы об управляющей компании, но, опять же, видите, то есть когда мы покупаем, то мы ещё даже не знаем, какая управляющая компания, если мы покупаем первичку. Ну, получается, да, в управляющей компании уже вам кто-то? Застройщик? Да, конечно, застройщик, да. То есть у вас и управляющая компания не очень хорошая? Управляющая компания – это отдельный рассказ, вот, то есть для, наверное, даже отдельного видео, как у нас работает управляющая компания. Управляющая компания – цивилизация. О, цивилизация. Уже где-то и это слышала. Да. Значит, ну и результаты вот такой дырки в вентиляции, по-другому это называть нельзя, это промерзание стен, холод поступающий, с улицы в квартиру, это поступающая влага, то есть осадки в виде дождя и снега, и это, естественно, плесень, потому что влага накапливается и появляется плесень, и это проблема всех квартир, практически всех квартир на восьмых этажах в нашем доме. Ну, последние этажи. Да, последние этажи, восьмые, да, у нас это последний этаж, да. Вот одна комната. Ну, она небольшая, но квадратная. Что хорошо, что она квадратненькая. Это маленькая. Мальчики носки оставили, строители. Так, вот это вход. Вот у нас, ну, как всегда, коридора у них нету. Коридор маленький, то есть сюда войдет только моя эта штука, Света. И то не войдет. Мне кажется, потолки низкие. Низкие, да, потолки невысокие. Так, это вторая, опаньки. Светлана Валерьевна, обратите внимание, это что за бомжи здесь живут у нас? Понятно, почему так было у нас внутри, слушайте, и чем были здесь. Так, вообще, мы все, мы все, мы все. Так, сейчас я быстро напишу, с этого сети, вот это вот все. Что происходит в квартирах. Вот так у нас дают квартиры. Бомжатник какой-то здесь устроили, ночлежку. Засранный унитаз. Ванна, все без света, да? А где кухня? Вот, вот эта комната и гостиная. А, там была кухня, вот еще одна комната. Играет музыка. смотрите пожалуйста то есть вот периметр двери проржавел настолько что ржавчина уже перешла на плитку которая по идее не ржавеет даже веет металл вот какое состояние и дальше смотрим дверь открыта то есть механизм не срабатывает магнитный почему потому что перекосила металлический порог да настолько что вот эту плитку и просто можно ну как бы вот так вот рукой ее можно под подвинуть она просто ни за ничем не закреплена вот сегодня вот еще более-менее сухо а так здесь вот это ржавая лужа просто в ужасном состоянии и у нас все двери всех парадных если внутри двора обойти они все они все в таком состоянии но и плюс один уж такой небольшой момент но здесь еще более-менее такая дни и дырки еще более-менее такие аккуратные а вот если посмотреть как в остальных там кстати по моему должен быть утеплитель должен вроде не вот у нас все двери в таком состоянии и все вот эти вот проемы для замка это просто какие-то вывораченные вывернуты просто дыры какие-то кап-кап-кап водичка капает вся мимо потом не удивляйтесь плесени и отвалившихся фасадов значит по поводу действий работы охраны на нашем доме то есть охраны от управляющей компании цивилизация на днях инициативная группа вносила сообщение о голосовании за новую управляющую компанию по парадным нашего дома парадную зашел охране управляющей компании цивилизации он начал вытаскивать значит листовки сообщениями из инфостенда начал обзывать меня позвал меня инагентом и сестрой байдена значит выгонять меня из парадной говорит что я не могу здесь находиться чтобы я шла в свою парадную при этом когда я спрашивала а вы кто почему вы меня выгоняете я имею право здесь находиться он моим доводом не внял вот начал меня выпроваживать из парадной вот и в конце концов он порвал мои документы я вышла уже он не сказал что если я выйду из парадной он мне документы мои вернет я из парадной вышла он их протянул я взяла документы он начал выворачивать мне руку когда я с улицы увидела что он зашел в мою парадную шестую мне было страшно заходить после этого в свою парадную при том что в ней находился охранник которому мы платим деньги за его работу и после этого мне несколько дней вот уже просто страшно ходить одной как бы в свою парадную если там больше никого нет мукрая если у вас тоже проблемы застройщиком либо управляющей компании которые не решаются годами пишите приеду сниму и все покажу друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк давайте поддержим жителей этого огромного микрорайона под названием жилой комплекс солнечный город и солнечный город резиденции и отправим ссылку этого видео всем своим друзьям и знакомым ну а я как обычно с вами не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры сделал DimaTorzok